Всем привет, с вами Якимов Игорь. Сегодня будем рассматривать опрессовщик систем отопления и водоснабжения CTG0050 от компании Cartool. Опрессовщик это необходимый инструмент как для профессиональных сантехников, так и для домашних мастеров, чтобы застраховать себя от возможных ошибок при монтаже отопления и водоснабжения. В предыдущих двух роликах я делал пресс-соединения с помощью ручных и гидравлических пресс-клещей. В этом ролике я буду делать опрессовку этих соединений, проверять их на надежность. Я буду подавать давление с помощью опрессовщика 8-9 атмосфер. Вообще этот опрессовщик может давать давление до 50 атмосфер. Заодно я расскажу, как происходит опрессовка систем отопления и водоснабжения, основные этапы опрессовки и для чего это нужно делать. Сам бренд Cartool широко известен среди владельцев автомастерских. На текущий момент компания значительно расширила ассортимент предлагаемых товаров и пополнила его качественным и доступным строительным инструментом. Если вам интересны видео для домашних мастеров, то подписывайтесь на канал и жмите колокольчик. Особая благодарность за ваши лайки и репосты. Ссылки на первые два видео о пресс-клещах и пресс-соединениях вы найдете в описании. Опрессовщик поставляется в такой коробке. Он поставляется в разобранном виде. Это сделано для удобства и чтобы его сохранить во время перевозки. Внутри находятся все шланги и крепежные детали. Сейчас я это все достану и его соберу. Снизу одевается шланг. На конце находится фильтр, чтобы очищать жидкость, которая попадает в опрессовщик. Вот я собрал опрессовщик. Он держится на четырех болтах. Раз, два, три, четыре. Тут подключается шланг. Там уплотнительная резинка. Тут выход на 1,2 дюйма. И дается в комплект два запасных уплотнительных кольца на случай обслуживания поршневой системы. Тут вот такая вот ручка для нагнетания давления. Дальше манометр. Манометр поставлен запасом до 60 атмосфер. И вот такой клапан сброса давления. Так как опрессовщик профессиональный, самой большой деталью опрессовщика является бак на 8 литров. Сам он сделан из достаточно толстой стали. Тут имеются ручки, за которые удобно опрессовщик переносить. Чтоб его использовать, достаточно наполнить его водой и подключить этот шланг к системе. Вот у нас есть уже участок водоснабжения или отопления, который мы собирали в прошлых двух роликах. Чтоб его проверить, то нужно подать давление больше, чем номинальное давление в системе. Номинальное давление в системе отопления 2 атмосферы. В системе горячего водоснабжения 4,5 атмосферы. В системе холодного водоснабжения оно может достигать 6 атмосфер. Обычно опрессовка делается давлением 1,5-2 раза больше, чем номинальное давление. Но не больше, чем самый слабый элемент системы. У нас максимальное давление, которое может выдерживать трубы 10 атмосфер. Поэтому я буду давать давление от 8 до 9 атмосфер. Опрессовка – это гидравлические испытания системы. Опрессовка обычно делается после чернового монтажа, перед отделкой помещения. С помощью опрессовки мы убеждаемся, что наша система надежна, что все трубы и соединения выдерживают повышенное давление. Я буду делать опрессовку холодной водой. Опрессовка водой более популярна, чем опрессовка воздухом, потому что делается быстрее, так как вода не сжимаема. Берется именно холодная вода потому, чтобы не было погрешности из-за уменьшения давления при остывании системы. Тем не менее, опрессовщик выдерживает температуру до 120 градусов, если вам нужно сделать испытание давлением при номинальной температуре теплоносителя. У опрессовщика стоит манометр на 60 атмосфер. Это с небольшим запасом к максимальному давлению работы этого опрессовщика. Но мы в систему установили дополнительный манометр на 16 атмосфер, чтобы видеть давление в системе, когда опрессовщик отключен. Мы после опрессовки оставляем систему под давлением, приблизительно равной номинальной. У нас манометр на 16 атмосфер. Это позволяет замерить давление более точно, чем манометром на опрессовщике на 60 атмосфер. После того, как нагоним давление, перекрываем запорный кран и можем отключать опрессовщик. Также на другом конце у нас стоит кран Маевского для того, чтобы выгнать воздух из системы. Мне осталось только эту мини-систему подключить к опрессовщику и можно нагонять давление. Вот, как видите, я подключил свою систему к опрессовщику. Для подключения опрессовщика к системе используется армированный шланг с подсоединительным размером 1,2 дюйма. Место соединения я уплотнял льном с пастой. Для начала нам надо заполнить нашу систему водой. Можно заполнить систему напрямую и систему водоснабжения. Но если вы используете специальную подготовленную дистиллированную воду или антифриз, то лучше использовать насосы типа ручеек. Так как у меня объем системы минимальный, то я буду наполнять ее с помощью опрессовщика. За один ход поршня система наполняется на 50 миллилитров. Перед тем, как наполнять систему, закрываем кран стравливания давления и открываем кран, подающий воду в систему. И открываем кран Маевского. И качаем. У меня с крана Маевского потекла вода. Я его перекрыл. Сейчас буду нагнетать давление. У меня пресс-соединения не текут. Но те соединения, которые я делал на лен с пастой, потекло. Сейчас буду исправлять. Устранение течи при опрессовке вполне рабочий случай. Если вы делаете систему для заказчика, то опрессовку я предлагаю разбить на два этапа. При первом этапе вы проверяете герметичность системы для себя, устраняя все возможные течи. А вторым этапом уже демонстрируете герметичность системы для заказчика. При этом показывайте, как работать с манометром, чтобы он следил за ним во время выполнения отделочных работ. Вот я догнал давление до 10 атмосфер. Как видите, нигде протечек нет. У меня протечка была здесь. Где использовал лен с пастой. Я накрутил больше льна. И у меня уже тут не течет. Обычно проверяется давление на 5 минут, а потом оставляется номинальное давление. При опрессовке труб из металлопластика, или пэкс-труб, надо учитывать, что трубы при опрессовке расширяются. И поэтому через 5 минут надо давление добавить. Я добавил еще давление до 10 атмосфер. Посмотрим, будет ли падать давление с закрытым краном. Прошло 5 минут. Как видим, давление не упало. Трубы больше не расширяются. Мы можем еще раз проверить, нет ли протечек. Тут нету. Тут тоже нету. Тут тоже протечек нету. Открыли кран. Открыли здесь кран. Вот я стравил давление с помощью данного клапана. И оставил давление 3 атмосферы. И перекрыл запорный кран. Теперь мы опрессовщик можем отключать. И у нас система будет под давлением. Тем самым мы проверили, что наша система герметична. Если кто-то в ходе строительных работ после нас повредит трубу, то манометр покажет это. То есть манометр это сигнализатор о том, что ход отделочных работ идет нормально. И труба, и все соединения не повреждены. Если вы сантехник, то показываете этот манометр и предлагаете хозяину следить за его стрелкой во время отделочных работ. Если вдруг давление упадет, значит где-то систему повредили. И нужно исправлять неисправность до того, когда делаются отделочные работы. Сантехник, делая опрессовку, страхует себя от возможных претензий заказчика. Хотя он опрессовал систему, оставил ее под давлением, значит сделал ее герметичной. Если произойдет разгерметизация, то скорее всего виноваты те специалисты, которые в данный момент работают на объекте. Этим опрессовщикам можно проверить батареи отопления сразу после покупки. Не секрет, что часто батареи отопления покупаются заранее. И можно их проверить, не дожидаясь, пока закончится на них гарантия. Также им можно проверить другие элементы водоснабжения или отопления. Например, теплообменники. Вот я собрал опрессовщик обратно. Все-таки он таким образом занимает меньше места. Его удобнее перевозить. Все переходники и шланги я положил в бак. Сюда можно положить и другие переходники, которые появятся в ходе работы. За эти две ручки его удобно переносить. А наша система осталась отключенной с перекрытым краном. И у нас по-прежнему давление 3 атмосферы. Я оставлю эту систему под давлением и посмотрю, как долго оно продержится. Свои вопросы по данному опрессовщику оставляйте в комментариях. Если у вас есть опыт по опрессовке систем водоснабжения, отопления и отдельных элементов систем, поделитесь им в комментариях. Думаю, другим зрителям канала это будет полезно. Поделитесь видео с теми, кому данная тема интересна. Подпишитесь на канал, чтобы не пропустить новые ролики. Ставьте лайк. И до встречи в новых и старых роликах.